Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, вчера, кстати, был день партизан и этот ролик посвящен, конечно же, партизанам, настоящим партизанам, то есть подпольщикам, антифашистам, антипутинцам, да, тем самым день, которых отмечали вчера. Да, так вот, друзья мои, уже рассказывал вам ни разу, ни два о том, как крепнет на России партизанское движение, антифашистское подпольное движение патриотов своей страны, патриотов Башкортостана, Татарстана и так далее, всех вот этих республик, оно крепнет, силится и, значит, дает путинцам, вы сами знаете, ниже спины. Да, так вот, каждое такое, знаете, если это были раньше, очень одинокие акты, очень редкие какие-то, где-то когда-то раз в три месяца, то сегодня это почти каждый день. И вот сегодня пришла очередь российско-фашистской вот этой вот организации в Орле, есть такой город, Орьел называется, да, так такой летает, да, вот в курсе. Да, в городе Орьел, там, значит, вот путинцы держали, там крупный железнодорожный узел, соответственно, есть тепловозы, электровозы, вот эта вся конетель, что не ускользнуло от внимательного взгляда подпольщиков, антифашистов и партизан. И вот, собственно говоря, они вчера проникли на территорию, где отстаивались путинские тепловозы, забрались в один из них, произвели с ним определенные манипуляции, какие именно, вы можете посмотреть, у нас на ролике, на телеграм-канале, да, там такие нехитрые манипуляции были произведены с этим вот тепловозом, после чего он вышел из строя под воздействием высоких температур, то есть термического воздействия, вот. Ну, а всем остальным понравилось, что ночью было довольно-таки светло и тепло, вот так вот, друзья, вот это я так расскажу, значит. Так вот, друзья мои, сейчас партизаны ставят свою работу уже на поток, каждый день новое, каждый день новое, вот сгоревший, значит, тепловоз, завтра будет электровоз, релейный шкаф, там, 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 путинцы бегают из-за главугол, пытаются поймать антифашистов. Не получится, не получится, потому что, знаете, я вам скажу так, что это внуки настоящих дедов, которые воевали, а тех дедов, еще предки этого Путина, этот, гитлеровцы, да, они не могли, вот помните, они поймали их? Нет, не поймали, и вот сегодняшних тоже не поймают. Вот, потому что деды воевали, у этих действительно воевали, а у этих, которые путинцы, у тех вертухаями были, а вертухаям ничего не светит, по тупости.